Деньги любят счет и надежность. В Казанском федеральном обсудили финансовую безопасность. В КФУ прошла презентация книги Аяза Гелязова «Давайте помолимся». Задумайтесь, каким потрясающим результатом способны привести финансовая грамотность. Люди больше бы не столкнулись с недобросовестными организациями и мошенниками. Как повысить уровень финансовой осведомленности, расскажет Аделя Шамилова. Буквально недавно Татарстан стал новым регионом, который смело можно назвать пилотной площадкой для внедрения мер повышения финансовой грамотности населения страны. Базовой площадкой для реализации проекта стал Казанский федеральный университет. В связи с этим в стенах КФУ прошел семинар, на котором эксперты обсудили с журналистами финансовое поведение населения. По итогам реализации этого проекта, он у нас рассчитан до 2020 года, мы действительно получим грамотного, защищенного, осведомленного потребителя финансовых услуг, который будет, так сказать, пользоваться всем инструментарием, который сегодня есть на финансовой грамоте. Стоит отметить, что пилотной площадкой проекта Казанский федеральный университет стал не случайно. Профильные институты КФУ являются одной из ведущих российских площадок финансового образования. Достаточно сильный профессорско-преподавательский состав в области экономики и финансов позволяет в полной мере реализовать все задачи. Далее создан региональный консультационный методический центр поддержки и реализации развития программ по финансовым грамотам для взрослого населения в Казахстан. И создана рабочая группа по повышению квалификации преподавателей и развития программ по повышению финансовой грамотности студентов. А также функционирует на базе университета Центр студентских инициатив в области повышения финансовой грамотности граждан. Уникальность проекта заключается в том, что это единственный случай, когда на базе одной организации сосредоточены практически все основные центры ответственности по повышению финансовой грамотности населения. Можно не сомневаться, что существующая инфраструктура КФУ позволит в полной мере реализовать основные задачи программы. Адель Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюз. Руслан Урозаев, Универньюз. Руслан Урозаев, Универньюз. Воскладывается в это весьма перспективное направление. В ближайшие дни планируются секционные заседания с участием преподавателей КФУ и ведущих специалистов в области медицины. Конференция пройдет до 22 октября. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. О чем рассказывает всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике веб-ньюз. В Казани состоится заседание научного общества онкологов Республики Татарстан. На встрече медицинских специалистов обсудят методы лечения рака молочной железы. Мэра Казани Ильсуры Медшина избрали заместителем председателя комитета по актуальным вопросам Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Тайное голосование прошло 19 октября во Франции. Лига студентов Татарстана запускает пятый сезон обучающего проекта для новобранцев. 20 по 23 октября на базе молодежного центра Волга пройдет школа актива «Первая лига старт», в которой примут участие 150 студентов Республики Татарстан. Новобранцы молодежной организации обещают погружение в мир активной студенческой жизни и лекции от лучших спикеров Республики. В Казани известный адвокат Александр Добровинский проведет мастер-классы. Адвокат, ранее представлявший интересы Филиппа Киркорова и Бориса Березовского, проведет в Казани мастер-класс по переговорам. Запускается рейс из Казани на Гуа. Авиаперелеты будут выполняться на авиалайнерах Boeing 757-200. Рейс на Гуа из Казани открывается 21 октября. Полеты на популярный индийский курорт будут осуществляться в зимнем сезоне. Акбарс потерпел второе поражение подряд. В столице Словакии и Братиславе казанский Акбарс уступил в овертайме Славану со счетом 1-2. Планетарий КФУ распахнул свои двери для детей-сирот. С начала осени в Планетарии КФУ уже побывали 170 детей из малоимущих и неполных семей, а также детей с ограниченными возможностями. В Казани начался новый сезон студенческой хоккейной лиги Татарстана. Команда Поволжской Академии спорта и туризма в сухую победила сборную КНИТУ. Казанский федеральный посетили гости главного университета северной столицы России. С какой целью прибыли и что нового они узнали, смотрите в нашем сюжете. В Казанский федеральный университет приехала делегация из Санкт-Петербургского государственного университета. Цель визита – посмотреть симуляционный центр и поделиться опытом с казанскими коллегами, чтобы в дальнейшем на базе своего университета открыть симуляционный центр, что позволит питерским студентам начать отрабатывать на практике свои знания с первых дней учебы. Высокие медицинские технологии создают потребность в компетентных и прогрессивных специалистах. В этом отношении в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ для подготовки врачей используются самые инновационные разработки. В центре имеются десятки компьютеризированных роботов-манекенов, имитирующих пациентов. Центр оснащен самыми современными средствами и технологиями обучения, тренажерами и роботами-симуляторами и другим интерактивным компьютеризированным оборудованием. О своими впечатлениями от увиденного с нами поделился первый проректор СПБГУ Илья Александрович. Сотрудничество наших университетов предопределено историей. Многое из того, что было в Казанском университете, переезжало в Санкт-Петербургский, и многое из того, что было реализовано в Санкт-Петербургском, теперь реализуется в Казанском. Поэтому, благодаря этой истории мы и дальше, конечно, будем сотрудничать. Казанское университет, в частности, достаточно большие возможности, и этот потенциал довольно легко сейчас реализовать, поскольку государство активно поддерживает эти процессы. Также гости северной столицы посетили музей Казанского федерального университета, где им рассказали о истории становления университета, о знаменитых учениках и планах на ближайшее будущее. Марина Журавлева, Ленар Довлетяров, специально для Универньюз. Арпад Голгоцы некогда был заключенным советских лагерей. В 1947 году 19-летний парень, участник подпольного молодежного движения, был приговорен к 20 годам лишения свободы. В Казахстане судьба и свела его с ровесником, будущим классиком татарской литературы Аязом Гелязовым. Что же привело венгерского переводчика в Казань, узнаем в следующем сюжете. 19 октября в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого представили русский перевод книги Аяза Гелязова «Ягец Бердага. Давайте помолимся». Заменитый в Венгрии переводчик русских классиков Арпад Голгоцы впервые в Казани. С будущим татарским писателем венгер подружился в советском лагере, который, как он шутит, стал его погружением в языковую среду. Я рада вас познакомить с гостем, героем романа Аяза Гелязова «Давайте помолимся», другом Аяза Гелязова, с которым он провел полгода в тюрьме, в лагере, Карлак, венгерский переводчик русской литературы Арпад Голгоцы. Мероприятие посетили почетные гости, среди них представители Союза писателей, драматурги, историки, председатель профильного комитета Госсовета Республики Татарстан, также представители Генерального консульства Венгрии во главе с Ферензом Контром. Нельзя не отметить и двух сыновей народного татарского писателя, Искандер и Рашад Гелязовы. Воссоединить старого друга с родными писателя посчастливилась доценту Высшей школы татаристики и тюркологии имени Тука Эмилию Шахабуддиновой. По словам сыновей, Арпад Голгоцы стал близким для их семьи с первого взгляда. Вечер, хотя и называется презентацией русского перевода книги «Давай помолимся», собственно, книги еще нет. По словам директора татарского книжного издательства Ильдара Сагдачина, роман должен выйти в 2017 году. А пока первые две главы напечатали в журнале «Аргамак» Елизавета Евтифеева, Ленарда Влетьяров, Универ Ньюс. На сегодня это все. Будь с нами, будь в курсе всех событий. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!